Энциклопедия Ledger Nano X Уязвимость путей деривации в биткоиновых деривативах серия 19 Уязвимость путей деривации в производных биткоинов 2 мая 2020 года исследователь безопасности сообщил об уязвимости в приложениях, производных от биткоина LionCoin, DogeCoin и т.д. Которая может быть использована, чтобы обманом заставить пользователей подписать транзакцию для другой монеты, отлично от той, для которой они хотят подписаться. Используя эту уязвимость, вредоносный кошелек может притвориться, что совершает транзакцию DogeCoin в тот момент, как пользователь, например, фактически подписывает транзакцию биткоин. Какая сейчас ситуация? Версия 1.4.6 приложения биткоин устраняет проблему в приложениях, производных от биткоина и будет выпущена сегодня 5 августа. В этой версии, всякий раз, когда пользователь запрашивает адрес или пытается подписать транзакцию по производному пути, не принадлежащему приложению для монет, которое открыто на аппаратном кошельке Ledger, отобразится предупреждение. Что я могу сделать, чтобы защитить себя? Обновите предложение биткоин до версии 1.4.6 в менеджере Ledger Live. Это автоматически обновит все производные приложения биткоин, поскольку проблема специфична для приложений. В производные от биткоин вы можете продолжать использовать другие приложения без каких-либо проблем. Как работает программа Bug Bounty? У Ledger есть программа Bug Bounty, цель которой – позволить внешним исследователям безопасности сообщать об уязвимостях в продуктах Ledger. Обычно, как только исследователь безопасности сообщает о потенциальной уязвимости через скрытый адрес электронной почты, выполняются следующие шаги. Команда безопасности сначала подтверждает получение электронного письма и устанавливает срок в 90 дней. Проблема начинает расследование и в случае подтверждения это означает что? Участвующие команды делают все возможное, чтобы решить проблему в течение 90 дней. Этот 90-дневный срок, изначально установленный Google Project Zero, теперь является обычным для всей отрасли. По достижению крайнего срока исследователи могут опубликовать свои выводы. Если проблема будет устранена раньше и существует взаимная договоренность между исследователями безопасности и группой безопасности, раскрытие информации может произойти до истечения 90-дневного срока. В течение этих 90 дней группа безопасности координирует свои действия с другими командами Ledger, разработкой, тестированием и т.д. Для разработки и проверки патча, исправляющей уязвимости, между тем создаются бюллетени по безопасности Ledger Security Bulletin, чтобы отделиться техническими деталями с внешними исследователями безопасности и публично отслеживать проблемы безопасности, о которых сообщают в рамках программы Bug Bounty. Как только новая версия приложения или прошивки становится доступной, исследователю безопасности выплачивается вознаграждение, публикуется бюллетень по безопасности и исследователь безопасности может публиковать свои выводы. Что пошло не так с этой уязвимостью? В этом случае мы сожалеем, что не соблюдали крайний срок раскрытия информации, в результате чего исследователь безопасности опубликовал сообщение в блоге на своем веб-сайте до того, как исправленное стало доступным для пользователей. Помимо решения других проблем, одновременно внутренние обсуждения с целью поиска подходящего решения и координации с другими инженерными группами заняло больше времени, чем ожидалось. Это привело к публикации новой версии приложения Bitcoin после запланированного срока, который был установлен на 90-й день после отчета об уязвимости. Непонимание не помогло решить проблему раньше. Репортер отправил в Twitter DM-сообщения, которые были пропущены большинством инженеров по безопасности. Действительно, скрытый адрес электронной почты – единственный способ связаться со всей командой безопасности. В чем уязвимость? Кошельки Ledger Nano S и Nano X являются иерархически детерминированными HD-кошельками. Это означает, что они могут извлекать различные криптографические секреты из одного начального числа, полученного из фразы восстановления из 24 слов, которую пользователи записывают на своем листе восстановления. Некоторые из этих секретов используются для подписки транзакций с криптовалютой. Каждое приложение обычно ограничено своим конкретным путем HD. Например, приложение Zcoin разрешено использовать свой собственный путь деривации и не может извлекаться ключом из пути деривации Dogecoin. Это ограничение пути не применялось для приложения Bitcoin и большинства его производных, что позволяло производные Bitcoin, например, Litecoin, получать открытые ключи или подписывать транзакции Bitcoin. Злоумышленник, которому удалось установить вредоносное ПО на компьютер или смартфон жертвы, может обманом заставить пользователей согласиться подписать транзакцию Bitcoin, используя приложение Altcoin в своем приложении Ledger Nano S и Nano X вместо приложения Bitcoin. Эта уязвимость не позволяет злоумышленникам извлекать какие-либо секреты из устройства Ledger, такие как закрытые ключи, используемые для подписи транзакций. Это также не позволяет злоумышленникам обойти аутентификацию по ПИН-коду. Таким образом, безопасность физического устройства остается неизменной. Более подробную техническую информацию можно найти в бюллетене Ledger Security 0.14. Определение пути слишком разрешено в приложениях, производных от биткоинов. Почему вы показываете предупреждение вместо блокировки таких транзакций? Если эти транзакции будут заблокированы, это заблокирует средства многих наших пользователей. Это общая отраслевая проблема, вызванная структурой ранних форков биткоина, транзакции неотличимы с точки зрения автономного устройства подписи. На устройстве MyLedger отображается предупреждение о необычном пути происхождения или необычном пути знака. Что это означает? Если вы видите это предупреждение, это означает, что приложение кошелек, которое вы используете, не использует правильный путь деривации, связанный с открытым приложением для монет. Перед подписанием такой транзакции убедитесь, что путь деривации правильный. Обновление приложения биткоин до версии 1.4.6 устраняет уязвимость для всех производных приложений биткоин. Эта версия не должна вносить никаких видимых изменений для пользователей Ledger Live. Новое сообщение. Необычный путь деривации отображается при экспортном открытии ключей для производной биткоина, который не учитывает тип монеты приложения. Точно так же новое сообщение о необычном пути знака. Отклонить, если вы не уверены, отображается при подписании транзакции. Однако, пользователи сторонних кошельков, Electrum, Magnum Wallet и так далее, так же могут видеть это предупреждающее сообщение, даже если запрос открытого ключа или подписи поступает из законного кошелька. Это связано с тем, что в этих кошельках используется неправильный путь деривации, который так же может быть действителен для биткоина. К сожалению, приложение на нашем устройстве Ledgeron не может определить, является ли этот путь законным. Мы рекомендуем разработчикам определить и подписать правильный путь создания.